Мне довелось неоднократно рассказывать о наличии в истории Австралии множества белых пятен, хотя в принципе их быть не должно, так как сама история этого государства достаточно короткая. На этот раз я хочу рассказать о знаковых сооружениях Сиднея, фортах и батареях, расположенных на мысах вдоль Сиднейской бухты. Привет друзья, с вами со странных крепостей и подземных казематов Австралии Елена Тапсида. В 1789 году в Сиднее на одном из скалистых и выдающихся в залив мысов были построены хижины для аборигенов, которые сотрудничали с губернатором Артуром Филиппом. Мыс получил название Бенелонг по имени старшего аборигена. В первые же годы существования колонии сюда наведалась французская эскадра, но по какой-то причине колонии трогать не стали. Наверное грабить пока было нечего. Следовательно для защиты колоний нужен был форт. Однако в июле 1788 года был возведен всего лишь земляной редут, который явно не понравился губернатору и в 1791 году его снесли. Землю использовали для обустройства губернаторского сада. Откуда на скалистом мысу нашлось столько плодородного грунта неизвестно. В 1798 году на оконечности мыса была построена батарея в форме полумесяца. Она была описана мистером Перном в 1802 году. Цитата. Батарея на северной оконечности Сиднейской бухты построена на труднодоступной скале. На ней установлены шесть пушечных установок, защищенных траншеей из дерна. Конец цитаты. Разумеется, эта слабая фортеция не удовлетворила местной власти, но все же более чем за период в 10 лет на Сиднейский порт Джексон никто не покушался, можно сказать, повезло. В 1817 году губернатор Лохлан Макуори распорядился построить на месте Бенелонгпойнт новый форт, строительство которого было завершено в феврале 1821 года. Укрепление имело двухэтажную башню посредине и огораживало по контуру караульное помещение и склад. Башня имела 90 футов в окружности, а под ней находился пороховой погреб, способный хранить 350 бочек пороха. Башня была спроектирована так, чтобы обеспечить размещение небольшого военного отряда запасами для батареи. Там могли разместиться один офицер и 12 солдат. Вход представлял собой подъемный мост со стороны суши через небольшой канал и вел к воротам под башней. Камень был добыт из поместья трудом каторжников, а каменная кладка была типичной для лучших работ времен Макуори. Три стороны площади форта обращены к гавани. По одному 24-футовому орудию было размещено в каждом углу форта на земляной платформе, а небольшие круглые бастионы в каждом углу форта обеспечивали место для траверзного орудия. Стены северной батареи имели толщину по 9 футов на бастионах и 6 футов на территории, а в тройных отверстиях, парапет-амбразурах были предусмотрены места для трех орудий. Все же форт выглядел очень странно. Во-первых, сам проект форта бастионного типа был явно устаревшим. Для крепости средневековой Англии он вполне сошел бы, а для начала 19 века он был явно непродуманным. По всему миру, даже в его самых удаленных уголках, строились звездчатые бастионы, острые углы которых должны минимизировать удары, покасательные от современной артиллерии. Здесь же мы имеем три прямых стены, которые разрушатся от пары выстрелов. Все это напоминает рыцарские замки. Самих рыцарей только не хватало. Во-вторых, форт выглядит несколько приземистым. Стены и башни не столь высоки, даже в сравнении со средневековым замком, явно нарушены пропорции. В-третьих, подобные сооружения построили неквалифицированные каторжане за очень малый срок, с минимум инструментов. В-четвертых, место для форта было выбрано самое неудачное, рядом с причалами порта Джексон. По всем правилам фортификации и очевидности предмета обороны, форт надо было бы строить прямо на входе в Сиднейскую бухту. Однако там батарея была построена лишь в начале 20 века. В 1901 году министр строительства нового южного Уэльса решил убрать форт Маккори. Военно-морской учебный объект на этом месте также был снесен, и оба здания были заменены трамвайным депо форт Маккори, зубчатые стены которого имитировали оригинальные башни и стены форта. Оно в свою очередь также было снесено в 1959 году для строительства Сиднейского оперного театра. Такое впечатление, что на конечности мыса Бенелонг уже стояли полуразрушенные стены какой-то крепости старого бастионного типа, ее лишь восстановили в усеченном виде. Конечно же оборона Сиднея не ограничилась созданием форта Маккори. В середине 19 века были возведены еще ряд батарей на так называемых сиднейских головах, которые представляют собой серию мысов, образующих вход в Сиднейскую гавань шириной 2 километра. Нордхед и карантинный блок находятся к северу, Саудхед и Данбархед к югу, а Миддлхед, Джорджесхед и Чаудрхед находятся к западу в пределах гавани. Я хочу отметить странные особенности некоторых из батарей. В начале 19 века на мысе Джорджесхед жили аборигены, затем в 1822 году поселение было заброшено и земля оставалась незанятой до 1870-х годов, когда район стал ключевой частью новых укреплений, предназначенных для защиты входа в гавань Сиднея. Казематы Улья – историческое укрепление, расположенное на берегу залива Обелиск, чуть севернее от Джорджесхед в гавани Сиднея. Строительство казематов началось в 1871 году и завершено в 1874 году. Они были построены под руководством колониального архитектора Джеймса Барнетта. Укрепление содержит три куполообразных помещения, которые использовались в качестве огневых точек. В каждой камере было небольшое отверстие или окно для стрельбы из пушки. Каждое окно выходило на сиднейские головы. Над каждым куполом было вентиляционное отверстие. Первоначально в скальном массиве песчаника были вырыты три подземные камеры, затем они были облицованы кирпичом на цементном растворе. Они предназначались для ведения огня по вражеским кораблям, проходящим вокруг рифа свиней у входа в гавань Сиднея. Однако у них обнаружился дефект – недостаточная дальность стрельбы из-за низкого расположения орудий. Неужели сразу это было непонятно? Очень похожие сооружения располагались на острове Кокоду в порту Джексона. Это были весьма объемные камеры, такие же как и казематы, вырезанные в скале песчаника якобы для хранения зерна. На острове в толще песчаниковой породы бригадами каторжников были вырыты обширные полости. Существует легенда, согласно которой заключенным не разрешалось выходить из забоя, пока они не выполняют свою ежедневную норму. Идеально симметричные емкости силоса имеют форму бутылки. Сама бутылка в сечении круглая и достигает 5,5 метров диаметра. В каждом хранилище могло находиться до 5000 бушелей или 150 тонн зерна. В итоге за два года было вырыто 20 таких хранилищ силосов, могущих вместить 3000 тонн зерна. На острове сохранились видимые свидетельства существования 13 таких бункеров. К ноябру 1840 года в построенных бункерах хранилось 20000 бушелей пшеницы и строительство других хранилищ шло полным ходом. Позже в 1870-х годах эти силосы были повторно использованы уже для хранения воды. Вот это настоящее назначение этих силосов. Именно для хранения воды и никак иначе. Некоторые хранилища были впоследствии разрушены в процессе строительства здания. Нарисунский представлено, как заключенный доходяга несет мешок для ссыпания зерна в хранилище. Да и строительство самих силосов явно производилось не так, как представляет официальная история. Внутри этой полости явно была высокая запыленность из-за работы по резке породы и низкая освещенность, однако нет следов копоти от масляных ламп или факелов. Значит, здесь явно была принудительная вентиляция. На стенах видны все те же равнопериодичные следы, явно работал какой-то режущий механизм. Помимо этого заключенные выпиливали блоки из песчаника и строили из них казармы. На блоках также видны следы от работы камнерезного механизма. Похоже, что аналогичные полости были вырезаны и в этом месте. Барнетт лишь приспособил их для ведения огня и при этом не совсем удачно. Глядя на эти замкнутые камеры, у меня возник вопрос, а сколько залпов артиллерист способен выдержать, прежде чем у него лопнут барабаны перепонки или же он получит баротравму или контузию. Я, конечно же, не специалист в артиллерии, но звуковое воздействие в подобной камере от выстрелов с многократным отражением звуковой волны будет значительным. Вспомнились казематы кронштадтских фортов. Гранитные стены усилены бронелистами и та же проблема. Как выяснили исследователи из Санкт-Петербурга, форты возводились на суше, а не на воде. Уровень мирового океана был ниже, чем сейчас. Тогда становится понятно малая высота каземата Аулии в Сиднейской бухте. Изначально он был гораздо выше по уровню над водой, чем сейчас и, похоже, до потопа использовали какие-то другие орудия на другом принципе действия. Кто-то скажет, что я опять фантазирую, однако вот еще один пример. Не правда ли? Очень похоже, что это еще одна казематированная батарея в Сиднейском заливе. Аналогичным образом в скальном массиве выбраны полости и амбразур для пушек. Но нет, по версии историков, это гробница древних ассирийских царей и расположена она на берегу реки Тигр в Турции. Вокруг этого места в скалах расположены так называемые пещерные города. Уж не имеем ли мы дело с остатками пещерных городов и в самой Австралии? 7 июля 2006 года пилот вертолета Крис Морган и представитель племени джайвонов Рей Уир проводили обычную аэрофотосъемку западного плато Арнемленд. Они искали местных джайвонов в верхней части северной территории. Неожиданно они заметили странную черную тень вдоль длинных кварцитовых скальных обнажений к востоку от границы с национальным парком Кокоду. Они развернули вертолет и приземлились неподалеку от этих загадочных скал. Подойдя к ним вплотную, они увидели сквозную пещеру, под горизонтальным сводом которой находилась удивительная художественная галерея. Пещера возвышалась на 2 метра над окружающей равниной. В отличие от более привычных скальных укрытий, которыми усеяна каменная страна Арнемленда, это здание, похожее на собор, имело крышу, поддерживаемую десятками вертикальных каменных столбов. Как же появилось это место, в котором когда-то жили и рисовали люди? Уир немедленно сообщил об этом месте общения баригенов под руководством Маргарет Кэтрин, старейшину клана Буйхими и традиционного владельца территории, на которой находилась эта пещера. Уир и Морган доставили к пещере известного старейшинного Мотнамока. Он вспомнил, как в детстве, в 1930-х годах, в этом месте, вместе со своим отцом, они поставили походный лагерь. Тогда они пешком пересекали плато севера до страны Джайвон на юге. И тогда и сейчас пол пещеры был усеян плитами из кварцитовой породы, каждой длиной около 40 сантиметров, шириной 20 сантиметров и толщиной 10 сантиметров. Эти камни изначально были частью потолка и образовались из-за отслаивания его краев. Они были своего рода подушками, которые старики положили вглубь пещеры для отдыха, вспоминает старейшина. По его словам, древние люди называли это место Наварлага-Барманг, что означает дыра, или точнее расщелина в скале. Встает вопрос, как образовалась эта сквозная пещера, больше похожая на гигантский навес и скал. Из-за ветровой эрозии с внешней стороны образовались каменные столбы, которые изначально плотными рядами опоясывали этот массив. Это хорошо видно в местах, где не было человеческой деятельности. Сейчас также можно увидеть, где когда-то стояли недостающие на них колонны, поскольку их вершины остаются соединенными с потолком, а их основания сохранились на полу в тех местах, где колонны расположены более широко. В некоторых местах оставшиеся колонны теперь находятся на расстоянии до 8 метров друг от друга, там где когда-то они стояли бок о бок. Так что же такое пещера Наварлага-Барманг? Изначально это была обычная террасная каменоломья, а затем ее стали использовать как жилище. В целом этот комплекс напоминает пещерные города Крыма, Турции и других мест. Здесь в разные времена проживали люди разных культурных формаций. Посмотрите изначальный цвет потолка, это черный. Он образовался от копоти многочисленных костров. Неужели к рисункам относились без особого пиетета? Разводили костры над сакральными изображениями? Или периодически племенные группы здесь менялись? Одни потолки расписывали, другие были равнодушны к этим рисункам. Но последние яркие рисунки явно появились перед фотографированием. Сами аборигены не скрывают того, что они сами периодически восстанавливают такие рисунки. Из всего вышесказанного следует вывод, что когда сюда высадился Джеймс Кук в 1770 году, он застал руины зданий и сооружений от прошлой цивилизации. Часть из них была восстановлена, в том числе и батареи. В этих казематах в 1974 году был снят фильм под названием «Стоун. Камень», относящийся ко временам расцвета движения хиппи. По сюжету, именно здесь располагалось логово группировки байкеров хиппи. Есть один эпизод, в котором они выходят из каземата прямо через окно на пляж и идут купаться в Сиднейской бухте. Можно заодно оценить выпиленные в скале окна. Были еще тайные проходы с верхней части скалистого хребта, которые уходили коридором глубоко под воду. Чтобы попасть вовнутрь, дайверы должны поднырнуть под скалу и проплыть по затопленному скальному коридору около 20 метров. Затем они попадают к началу ступеней, поднимающихся круто вверх. Место это довольно опасное, здесь вода под внешним давлением волн образует сильный всплеск, своего рода гидравлический удар. Девушка-дайвер этого не знала и заметно испугалась. Дайверы поднимаются внутри скального тоннеля по крутым каменным ступеням. Далее тоннель переходит в вертикальную круглую шахту высотой около 10 метров. Интересно, что шахта сделана в форме бутылочного горлышка. После первых трех метров она заметно расширяется. Дайвер говорит, что это может быть тоннель для кабелей, которые прокладывали по Сиднейскому заливу во время Второй мировой войны, но он в этом не уверен. Видно, что в шахте когда-то были металлические скобы ступени, но теперь от них почти ничего не осталось. Что там наверху, дайвер не знает. Однако в шахте и в тоннеле нет следов от креплений кабелей, как и обычно бывает в транспортных тоннелях, да и прибойная волна даже при спокойном море очень сильная, дополняемая выплеском и гидравлическим ударом. Кабели были бы повреждены такими ударами волн. Нижние ступеньки сильно размыты волнами. Думая, очень давно это был выход на берег, который сейчас затоплен. Похоже, в 20 веке тоннель кем-то использовался. В исследовании Австралии не хватает только легенд о гигантах, которых пока я не нашла. Однако на острове Сардиния легенд и свидетельских показаний местных жителей предостаточно. Об этом смотрите мой фильм «Забытые гиганты Сардинии». В 1880-е годы чуть ежнее прежних казематов были построены уже бронированные казематы. Первоначально здесь размещались три 18-тонных 10-дюймовых нарезных дульнозарядных орудий. Эти орудия размещались в трех гигантских камерах, построенных из массивного по толщине бетона со стенами и крышей толщиной около 1,8 метра. Примечательный факт, как доставлялись тяжелые орудия на места позирования. Потребовалось 3 месяца и 250 солдат, чтобы перекатить стволы орудий от Северного Сиднея до батареи казематов. Они проделали весь путь по неровной дороге, которая позже стала по назначению военной. Интересно, а как же прежде доставлялись стройматериалы, бронированные листы железа и сколько времени затрачено на это? История об этом умалчивает. Еще выше на хребте мыса Джорджерс Хэт были построены казармы и еще одна батарея, но уже открытого типа. Позже стали строить именно такие батареи. Хотя форт Маккуори давно снесли, теперь там Сиднейский дом оперы. Существует в Сиднейском заливе еще один форт, выполненный в том же стиле, имитируя 15 век нашей эры. Это форт Деннисон, занимающий небольшой остров, расположенный к северу от Королевского ботанического сада в гавани Сиднея. Изначально это была скала из песчаника высотой 15 метров. Она была срезана, когда заключенные под командованием капитана Джорджа Барни, инженера-строителя колонии, добывали на ней песчаник для строительства близлежащей к кольцевой набережной. Неофициально этот остров тогда назывался Пинчгут и на нем для устрашения катаржан даже была устроена виселица. В 1839 году два американских военных корабля ночью вошли в гавань и обогнули остров Пинчгут. Обеспокоенность угрозы иностранного нападения заставила правительство пересмотреть внутреннюю оборону гавани. Барни, который ранее сообщал, что обороны Сиднея недостаточно, рекомендовал правительству построить форт на острове Пинчгут, чтобы помочь защитить гавань Сиднея от нападения иностранных судов. Укрепление острова началось в 1841 году, но было заброшено. И только во время Крымской войны возникла угроза со стороны, вы не поверите, флота Российской империи. Строительство возобновилось в 1855 году и было завершено 14 ноября 1857 года. Этот форт получил название в честь сэра Уильямса Томаса Деннисона, очередного губернатора Нового Южного Уильямса. Во время строительства произошел неприятный казус. В крепости есть характерная башня Мартелла. Для ее возведения было использовано 8000 тонн песчаника из близлежащего мыса Кураба. Толщина стен башни доходила до 6,7 метра у основания и 2,7 метра наверху. Однако развитие артиллерии сделало форт в значительной степени устаревшим и неэффективным к моменту его завершения. В самой башне располагались помещения для гарнизона из 24 солдат и одного офицера. Вооружение форта Деннисон включало три 200-миллиметровых дульнозаряжаемых орудия в башне и два 250-миллиметровых орудия, одно из которых установлено с сектором обстрела 360 градусов на вершине башни и одно на бастионе на другом конце острова. В конечном итоге все орудия были демонтированы за исключением трех 200-миллиметровых пушек в орудий на помещении башни, которые были установлены до завершения строительства. Ширина проходов внутри башни оказалась слишком мала, чтобы их можно было демонтировать. С самого начала использование трех пушек было ограничено двумя причинами. Во-первых, амбразуры для пушек по сектору ведения огня были слишком малы, чтобы эффективно использовать орудия. К тому времени, когда пушки были заряжены, корабль уже проходил мимо. Во-вторых, отдача ствола при выстреле была слишком велика для короткого по длине помещения. В Сиднейской бухте, в общем повезло. Все батареи, возведенные в 19-м веке, попросту не пригодились. Серьезный противник в бухту не заходил. Поэтому о недостатках старых батарей никто и не задумывался. Друзья, прямо сейчас смотрите не вошедший в фильм материал, опережающий технологии камни обработки показывают хиппи на моем телеграм-канале «Факты на обочине». Надеюсь, вам фильм понравился. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мои каналы YouTube, Rutube, Telegram. С вами была Елена Тапсида. Всего вам доброго. До следующего фильма. Субтитры сделал DimaTorzok